В борьбе электричества с двигателями внутреннего сгорания пока победила жидкое топливо, а точнее смесь этанола с бензином, на котором работает двигатель суперкара SSC Tuatara, нового обладателя рекорда скорости для серийных автомобилей. Но электромобили наступают по всем фронтам. В Америке представлен возрожденный, узнаваемый, но насквозь электрический пикап GMC Hammer. Во Франции выкатили сразу две электрички, будущий Renault Megane в обличии то ли хэтчбека, то ли кроссовера и ультрадешевую дачью Spring. У нас купить нельзя пока ни Хаммер, ни Рено, ни даже дачью. Зато в российском премиуме пополнение. На рынок выходит 700-сильный гибрид Porsche Panamera, 8-цилиндровый седан Bentley Flying Spur и 4-цилиндровый кроссовер новой для нас марки Cherry Exeed. Внедорожный сегмент пополнился обновленным рамником Kia Mahave. Доступен дизельный Toyota Fortuner, а УАЗ запускает подписку на автомобили. К тому, что Хаммер возрождается не самостоятельной маркой, а всего лишь моделью под брендом GMC, нас начали готовить сильно заранее. Как видим, из этого не вышло ничего плохого. Наоборот, эмблемы GMC сделаны нарочито маленькими и скромными, а надписи «Хаммер» выведены оршинными буквами, чтобы никто не сомневался, кто здесь молоток. И вообще, какое это GMC? Рубленные линии, вертикальное лобовое, прямоугольные арки — эти черты заставляют забыть, что марка «Хаммер» сгинула после ипотечного кризиса 8-9 годов. И теперь под знаменитым именем вышел электрический пикап. Как говорится, новому времени — новые герои. Тем более, что остальные герои запаздывают. Электропикапы от компаний Tesla, Rivian, Ford, Lordstown только собираются удивить публику, а «Хаммер» уже удивляет. Как вам больше тысячи лошадей мощности и 16 тысяч ньютонов момента? С такими показателями трехмоторная махина катапультируется до сотни за 3 секунды. И с запасом хода все более чем хорошо. Новобранец готов совершить 500-километровый марш-бросок без дозарядок. В топовой конфигурации ему полагается трассовый автопилот, пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси и куча других примочек вроде 18 камер кругового обзора. А жесткие панели крыши можно снять, получив почти кабриолет. Правда, стоит такой «Хаммер» — 113 тысяч долларов. И купить его нельзя. Старт продаж отложен до следующей осени. А более простой — 600-сильный пикап стоимостью 80 тысяч вообще начнут отправлять дилерам только весной 2024 года. Позднеосенью 2017 года Кёнингсек Агера РС установил новый рекорд скорости среди серийных автомобилей. По правилам, скорость считается по среднему арифметическому, от двух заездов туда и обратно. Шведский гиперкар развил без малого 450 км в час. В прошлом году побить достижения шведов попыталась Марко Бугатти. Но этот рекорд не вполне признан, ведь Широн оказался не серийным, а сильно доработанным. Плюс вместо двух заездов случился только один, где гиперкар показал 490 км в час. А вот американский гиперкар ССС Туатара исполнил упражнение предельно честно. По итогам двух стартов средняя арифметическая составила почти 509 км в час. Сама машина вполне серийная, так как чуть больше года назад Туатары начали отгружать заказчикам. К слову, тираж модели составит скромные 100 экземпляров, каждый из которых теперь, вероятно, станет дороже. Новый покоритель мирового рекорда скорости представляет собой среднемоторное заднеприводное купе, обвешанное углепластиковыми панелями. Он разработан самой фирмой ССС, которой помогало ателье Nelson Racing Engines. Эта коллаборация создала 6-литровый V8, способный на спортивном топливе выдавать 1774 силы. Инженерный шедевр, что ни говори. На этом фоне 700 сильная гибридная панамера кажется скромной малолитражкой. Между тем, это очень быстрый автомобиль, о котором хочется мечтать. Ведь до сотни топовый гибрид ускоряется за 3 секунды, а его максимальная скорость составляет 315 км в час. Напомним, что плановая модернизация накрыла панамеру минувшим летом, но дебют самой мощной бензоэлектрической версии состоялся только сейчас. Пятидверка стала немного мощнее, а дальность хода на чистом электричестве выросла на треть. Российские дилеры уже принимают заказы на обновленный супергибрид. На выбор предложены не только базовый лифтбэк за 13,5 млн. рублей, но и также стильный универсал и удлиненная версия. Седан Flying Spur, временно исполняющий обязанности флагмана марки Бентли, дебютировал год назад в единственной версии – 6-литровом 12-цилиндровым двигателем. А теперь гамму пополнила и младшая версия с битурбомотором V8. Конечно, создатели не забывают уточнить, что этот Бентли экономичнее, умеет отключать половину цилиндров, если обороты не превышают 3000, и проедет на одном баке 700 км. Но главный акцент сделан на удовольствие от вождения. Как бы забавно это ни звучало, при снаряженной массе по 2,5 тонны, 8-цилиндровый седан на 100 кг легче, и эта масса лучше распределена по осям. С премиальных небес спускаемся в масс-маркет, где марка Datsun отсчитывает последние месяцы своего существования. Однако после её кончины останется наследство – недорогой компактный кроссовер. Чтобы разработка не пропала, машину надумали предлагать как Nissan Magnite. Поэтому нет ничего удивительного, что дизайн передней части остался датсуновским. 4-метровый габарит тоже объясним. На главном рынке в Индии такие коротышки пользуются льготами. На индийцев ориентированы и моторы. Это 1-литровый 3-цилиндровый атмосферник, с которым работает 5-ступенчатая механика. Правда, с турбо-версией этого движка уже состыкован вариатор. Взяв самую простую архитектуру из ассортимента Альянса, создатели Магнита автоматически отказались от полного привода. Производство и продажи в Индии начнутся в следующем году по цене около 7 тысяч долларов. Оттуда же машины пойдут на экспорт. Но российские перспективы модели туманны. Группу Рено в начале года возглавил 54-летний итальянец Лука Демео, который до этого был генеральным директором Сеата и буквально привел испанскую марку к успеху. Теперь реформы ждут Рено. Но от семейства Меган решил не отказываться именно Демео. В этом году модель празднует 25-летие, а в производстве сейчас находится уже четвертая генерация. Губить раскрученный бренд вроде бы жалко. Что делать? Конечно же выпускать кроссовер, при том как нынче принято электрический. Для этого из ассортимента Альянса Рено-Ниссан была взята архитектура CMF EV, которую первым застолбил электрический паркетник Nissan Aria. Французы водрузили на эту тележку концепт Меган и Вижен. Рено уверяет, что машина готова на 95%, а значит отбросьте безрамочные двери, боковые камеры, матричные фары и утопленные ручки, и вы без труда поймете, какой будет серийная модель. Переднеприводный концепт оснащен единственным электромотором и литиевой ионной батареей на 60 кВт-часов. Заявлено, что на разгон до сотни машине требуется менее 8 секунд. Бензиновых и дизельных вариаций пока не предвидится, хотя теоретически архитектура CMF весьма разнообразна, и мы бы не стали исключать варианта, что серийный Меган предложит широкий выбор модификаций. По габаритам концепт и Вижен вышел компактнее нынешнего Мегана, зато растянутая колесная база намекает на более просторный салон. Изображений интерьера пока нет, хотя дизайнеры наверняка придумали что-нибудь любопытное. Впрочем, из России Меган ушел 4 года назад и с переходом на электричество явно не вернется. Для Бразилии и Индии Рено выпускает маленькую и дешевую машинку Квит. В прошлом году специально для Китая автомобильчик перевели на электротягу. Хэтчбеки Сити Кэйзи отдают сейчас по 60 тысяч юаней за штучку, то бишь 700 тысяч наших рублей. А теперь, чтобы выйти на европейский рынок, электрический хэтчбек стал Дачи и Спринг. Цены на евроверсию придется ждать около года, так как сначала машинки начнут отгружать только службам каршеринга. Компакт массой меньше тонны оснащен самым дешевым электрическим оборудованием. Электромотор выдает скромные 45 сил, но дальность хода 225 километров. Если этого мало, можно активировать городской режим. Нормативный пробег вырастет аж до 300 километров, но максимальная скорость упадет до сотни, а дача мотора ограничится 31 силой. И такая мощность электрической дачи напомнила нам о моторах советского запорожца, которые так и назывались «тридцатка» и «сороковка». В России ни один из автозаводов не предлагает модель класса А, хотя долгое время недорогие машинки были единственной возможностью заиметь личный транспорт. Таким был советский запорожец. Марка ушла в историю четверть века назад, но могла бы сейчас отпраздновать юбилей. 60-летие самой первой модели ЗАЗ-965. Точная дата, когда первый горбатый покинул конвейер запорожского завода «Коммунар» неизвестна. Разные источники считают днем рождения то 18 июля, то 30 октября, то 22 ноября. Причина путаница в особенностях плановой экономики. В эти даты наверх уходили отчеты, что завод начал серийный выпуск автомобилей. Но по факту все запорожцы 60-го года были предсерийными и в продажу не поступали. УАЗ решил пройтись по скользкой дорожке автомобилей по подписке, которую для россиян проторила марка «Хёнда», а сейчас предлагают даже «Кия», «Дженезис», «Вольво» и «Порше». В отличие от конкурентов, арендовать УАЗ «Патриот» получится только на короткий срок, от одного уикенда до одного месяца. Стоимость проката начинается с 10 тысяч рублей. За эти деньги клиент получит топовую версию внедорожника, оснащенную автоматической коробкой передач. Использовать машину можно даже для дерзких вылазок на бездорожье. В компании пообещали не обращать внимания на мелкие царапины. Шкода вновь перетрясла содержимое комплектаций своих моделей. Главное нововведение — виртуальная комбинация приборов для лифтбэка и рапид, которая стала доступна, начиная со средней комплектации «Амбишн». В перечне опций кроссовера «Кодиак» появится адаптивная подвеска «Ди Си Си». В этом случае жесткость амортизаторов зависит от выбранного режима ездовой электроники. У младшего «Корока» отныне можно выбрать обивку салона. Для всех комплектаций предложена обычная ткань, искусственная замша и комбинированная обшивка. Наконец «Корока» и «Кодиак» обзавелись дополнительным USB-разъемом возле салонного зеркала. В августе на российском рынке появились обновленные внедорожники Toyota Fortuner. Вот только сначала клиентам предложили исключительно бензиновые моторы, а сейчас подоспели хорошо упакованные дизельные версии. Напомним, что после недавней модернизации турбодизель 2.8 стал намного бодрее. Но чтобы распробовать темперамент подкачавшегося мотора, придется выложить как минимум 3 миллиона 84 тысячи рублей. Обновленный Kia Mohawk поступает в продажу 2 ноября и сражает на повал богатством оснащения. В базовый набор за 3 миллиона 100 тысяч включены полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ, электроприводы двери багажника и передних сидений. Предусмотрен двухзонный климат-контроль, а также обогревы лобового стекла, сидений и рулевого колеса. А в топовой версии есть виртуальные приборы, адаптивный круиз-контроль и электропривод рулевой колонки. Под капотом скрывается 3-х литровый дизельный V6, с которым дружит 8-ми диапазонный автомат. Главный конкурент – дизельная Toyota Land Cruiser Prado. В базовой версии обойдется на полмиллиона рублей дороже. Китайская компания Cherry давно планировала удивить нас премиальными моделями, которые выпускаются под маркой X-EAT. И вот свершилось. Правда, для нас бренд переименовали. Был просто X-EAT, а стал Cherry X-EAT. Пока единственная модель – это крупный кроссовер TXL. Последняя буква тут означает Long, то есть удлиненный. Однако салон новинки строго пятиместный. Другая странность – выбор силового агрегата. Турбомотор выдает приличные 186 сил, но объем – всего лишь 1,6. А в трансмиссии трудится не слишком ценимый россиянами 7-ступенчатый преселектив. В базовой комплектации этот паркетник имеет 6 подушек безопасности, кожаный салон, электропривод сидения водителя, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы, сервопривод пятой двери и многое другое. Цена – 2 миллиона с четвертью. За версию flagship с панорамной крышей, автоматическим парковщиком и 19-дюймовыми колесами просят доплатить еще 150 тысяч. Между тем, за такие деньги реально купить корейских одноклассников – Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.